You are my joy, you are my song, you are the will, the one I'm drawing on. Я думаю, что каждый из вас учится здесь для того, чтобы все те цели, которые вы достигнете, впоследствии были направлены на то, чтобы применять полученные здесь знания. Каждый из нас должен проповедовать уже сейчас. Кто-то откроет в себе дар проповедника с кафедры. Другой обнаружит, что его духовный дар – это дар Учителя Божьего Слова. Другому Святой Дух откроет дар Евангелиста. Если мы хотим угодить Богу, по примеру Иисуса Христа, мы должны проповедовать Слово в церкви и мы должны нести Слово людям. Но если мы посмотрим на нашего Господа, мы увидим, что Он был не просто проповедником. Он отождествлял себя с грешниками. Отождествлял, то есть ставил себя на их место. Я хочу прочитать, а вы, пожалуйста, тоже открывайте Библию и послушайте. Первая глава Марка, стихи с 9 по 11. Марка, первая глава, 9 по 11 стихи. «И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн, разверзающийся небеса и духа, как голубя, сходящего на него. И глаз был с небес, ты сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Крещение Иоанна было крещением покаяния и предназначалось для праведных. Или не для праведных? Конечно же нет. Это крещение предназначалось для грешников. И если мы с вами посмотрим стихи выше, мы с вами поймем глубже значимость крещения Иисуса. В первом стихе Иисус назван Сыном Божиим. В третьем стихе Он назван обещанным Господом, который должен прийти в этот мир. В седьмом стихе Евангелист Марк провозглашает, что Христос могущественный Господь, который должен был прийти в этот мир. В восьмом стихе Марк говорит, что Мессия будет крестить Святым Духом. И здесь, в этом отрывке, который мы с вами только что прочитали, мы читаем о том, что Сам Господь, обещанный Мессия и Сын Божий, пришел и в данный момент принимает крещение, предназначенное для грешников. Он был чист, Он был непорочен, но Он омылся, как будто Он был запачкан грехом. Иисус Христос грешником не был, но Он принял крещение, которое было предназначено для грешников. И мы видим, что Господь в самом начале нашего служения ставит Себя на наше место, на место грешного человека. Он это продолжает делать на протяжении всего своего служения. И кульминацией Его земного служения является Его смерть на кресте, который тоже был предназначен для грешников. Как часто события в нашей жизни могут развиваться по следующему сценарию. Иван Иванов закончил Библейский институт, а до этого приехал из небольшого городка. И вот он с огромным багажом знаний и дипломом Библейского института возвращается в свой небольшой городок и начинает служить там проповедником. Нет, ну вы конечно же такие же христиане, как и я, но если бы вы знали то, что знаю я, конечно же это все утрировано и так вряд ли происходит, но тем не менее у вас может закрадываться такое отношение. Вы можете быть подвержены соблазну, высокомерие и надменного отношения. Давайте помните уже сейчас, что Иисус Христос, наш совершенный пример, так себя никогда не вел. В этой главе мы с вами читаем, что Он не только не превозносил себя, а Он наоборот жил среди людей. И, будучи безгрешным, Он ставил себя на их место. Лично для меня это огромный пример, и этот пример значит очень много. Я знаю из своей жизни, что я часто поступаю неправильно. И при этом понимаю, что я даже всех своих грехов и не осознаю. Я также понимаю, что иногда я веду себя глупо. Моя жизнь исполнена ошибок, если на нее посмотреть под микроскопом, а никто из нас не укроется от Господа. Жизнь каждого из нас может быть свидетельством того, что без Бога мы, как бы это резко не звучало, ничто. Поэтому мне и, я думаю, и вам не будет сложно поставить себя на место грешника, отождествить себя с грешником, потому что мы с вами грешниками являемся. Представьте, какой у нас Господь, что Он не совершит ни единого греха и, будучи чистым и непорочным, отождествлял себя с нами. Вот один из всех людей полностью угодил Богу. И я думаю, что если мы будем следовать Его примеру, это сделает наши отношения с Богом и наше служение Богу и людям более настоящим, более качественным и более действенным. Отделиться от грешного мира мы с вами не можем, ведь Бог нас призвал, чтобы быть в мире, но не от мира. Приблизиться к грешному миру для того, чтобы рассказывать о Слове Божьем тоже недостаточно, потому что мы соприкасаемся с этим миром, но отделяем себя от него, потому что мы духовные, а мир нет. Так вот, единственный выход, которым последовал наш Господь, это отождествлять себя с грешным миром. Пожалуйста, поймите меня правильно. Он не делал себя тем самым грешником, Он просто ставил себя на их место, чтобы принять крещение, которое принимали грешники для покаяния, чтобы умереть смертью, которые умирали грешники, для того, чтобы мы сейчас смотрели на Его пример и понимали, что Он был Господом, но при этом полностью человеком. И все те искушения, испытания, которые проходим мы, испытывал и Он. И все повеления, которые дает нам Господь, исполнил и Он. Поэтому давайте в нашем обучении, в вашем обучении, и в нашем общем служении Господу оставаться смиренными. И те знания, которые мы здесь получаем, пусть они нас не нагмевают, фусиао, слово вы узнаете, а наоборот нас смиряют, чтобы Господь мог увеличиваться в нас, и через нас Его служение было эффективным. Пусть Бог нас в этом благословляет.